Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Какой бы ни была холодная нынешняя весна, все равно постепенно становится теплее и понемногу все мы начинаем, у кого есть теплицы, высаживать свою рассаду томатов. Я вот тоже несколько дней хожу сюда, высаживаю и все это вам показываю. Все мои шаги вы видите. Вы видите, что я каждый день высаживаю понемногу, ну по треть, наверное, ряда. Конечно, если бы у меня были помощники, можно было, если вот выйти всей семьей, можно было посадить всю эту теплицу в один день. Но я копаю понемножку, вот сегодня опять прибавилось еще 3 метра грядочки, вот сейчас я ее буду садить. Но сегодня я хочу напомнить тем, кто, возможно, ни разу еще не выращивал томаты в теплице, или есть у нас даже такие, которые вообще томаты не выращивали. Хочу вам напомнить, это очень важно. Соблюдайте принцип ступенчатости при посадках томатов. Они очень солнцелюбивые, и если вы высадите на первый план высокорослые томаты, они притянят следующий ряд, и получится очень плохой урожай. Сейчас я вам расскажу, как я высаживаю. У меня вот первого ряда еще нет, я его буду потом сейчас высаживать, завтра, наверное. Но высаживать я буду так. Вот этот первый ряд, это у меня южная сторона и солнце, всегда отсюда, весь день почти. В первом ряду я сажу самые низкорослые томаты. Это будет вот демидов, различные могут быть там и гномы, и все, которые низкорослые. Вот демидов 45-50. Второй ряд я высаживаю, уже те, которые чуть выше. Детерминантные сорта, вот у меня здесь Настя, Госпожа Удача, они от 70 до метра. Они здесь все разные, по несколько штук каждого сорта. Основная масса будет на улице, а здесь вот так немного для поддержания сортов. Вот здесь от 70 до метра. Третий ряд тоже детерминантный у меня будет, но он не будет, он уже немножко есть. Здесь уже я позволю себе посадить от метра до метра 20. И самый последний ряд, вот этот, будут у меня томаты-гиганты, у которых в характеристиках написано 2 метра. Почему я их сажу на самый последний ряд? Потому что они вот сейчас эту сторону всю затянут до самого-самого потолка. И уже, если бы они были впереди, то после них, кто был бы там сзади, за ними, никакого солнца они бы не получили. А здесь получается так, что сначала маленькие, следующие чуть выше, потом чуть выше, и потом уже совсем большие. И солнце, когда светит с этой стороны, его хватает всем. Первые освещены полностью, вторые, им эти первые нисколько не мешают, в том месте, где ложится тень сюда, у них стебелек, ну вот этот голый стебель до первой цветочной кисти. Это совершенно, они им не помеха. Вот этот ряд этим не помеха, потому что здесь дорожка 60 сантиметров, и тень, которую они отбрасывают, ее хватает только вот на эту дорогу. Ну или, опять же, на стебелек, который внизу. Вся верхняя часть, где вот листики, томатики, они полностью освещены. Ну и, конечно, вот последний ряд, высокорослые, им уже ничего, никто не мешает. Они очень высокие, им хватает всегда солнца, они вот сейчас вот так вот, досюда, досюда, два метра, ну вы представляете, как два метра? Два метра это вся высота теплицы. Их однозначно сажу, всегда высаживаю на последний план. Все. Видео это короткое, я надеюсь, вы мою мысль поняли. Вот по такой же схеме я высаживаю и в огороде, в открытом грунте. То есть, высаживать томаты нужно обязательно в соответствии со сторонами света, то есть, найдите, где у вас юг, а где у вас север. И начинайте с юга на север маленький и больше, 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 больше. Вот так ступеньками очень удобно высаживать. Еще высаживать можно так, что вот когда вы на улице посадите гиганты двухметровые, маленькие можно посадить у них в ногах. То есть, вот прям перед высокорослыми, но на улице я в том отдельно буду объяснять, сейчас не буду удлинять видео. Высокие, а перед высокими вот малыши, которые 20-30 сантиметров, потому что у них кисть плодовая завязывается после 9-го, 10-го, 11-го, 12-го листа, то есть, эти 30-40 сантиметров, вот этот ствол, там солнца совершенно не нужно. Солнце нужно листьям. И вот в ногах у великанов можно выращивать карликов. Все, вот это было видео о ступенчатости, посадке, особенно это нужно соблюдать в теплице, потому что здесь мы, все компактно у нас. Тут сильно большого расстояния, как на улице, не сделаешь. На улице можно и метр было вот это вот сделать. Здесь у нас все компактно, поэтому малыши средние, повыше и великаны. И тогда всем им будет очень комфортно жить. Они друг другу не будут мешать и дадут нам хороший результат. До свидания. С вами была Ольга Чернова о ступенчатости посадки томатов в теплице.